Добрый день. Здравствуйте. Мы находимся в культ просвет пространстве Катарсис и сегодняшняя наша тема русская метафизическая поэзия. Ну первый вопрос естественный, отталкиваясь от названия этой лекции, почему метафизическая поэзия. В каком смысле вас смущает термин метафизическая? Если мы говорим о русской философии, то почему она называется не философская поэзия, а метафизическая? Дело в том, что с философской поэзией, уже с этим именованием связан определенный круг произведений, подобных, например, письмо о пользе стекла Ломоносова. Или опыт о человеке по поэзии, брать английскую поэзию. То есть это именно философский трактат, но просто зарифмованный. И первично там понятие, теория, которую надо... Сначала она появилась, потом мы ее облекаем. Слова, она могла бы с таким же успехом быть написана и в прозе. Русские поэты сознательно создавали трактаты этой формы. Да, это философская поэзия, а метафизическая это нечто иное. Это очень сложное произведение, где идея и ее воплощение неразрывны, которая вообще не могла бы быть ни в прозаической форме, ни вообще другими словами написана быть. То, о чем символисты говорили, когда они размышляли о соотношении объекта, слова, субъекта... Это некая целостность, где идея неотделима от символа. Вот так можно сказать. Идея неотделима от ее воплощения от слова. Слово идея, слово образ, мыслеобраз. Вот так. Это вот единство формы содержания. Ну, нет. Единство формы содержания, мы все-таки, когда мы уже поставляем, говорим. Форма и содержание. здесь вот форма содержания вот так вот можно сказать в одно слово то есть нечто что вообще мы не можем разделить на какие-то вот составляющие город идея слова если мы могли идея слова мысли образ когда вот мы не противопоставляем их вообще а это единая цельность некой цельное сознание метафизическое подъявлять философской она понимаю она затрагивает все вот проблемы которыми занимается философия вот конкретных применительно к русской поэзии это первое прежде всего проблема бытия божия да проблема того мир сотворен или не сотворен каково место человека в этом мире каков то сказать соотношение между природным миром и миром культуры да о чем еще там вот-вот историософия чем все кончится из чего все началось обращение классический философский вопрос а также вот эти что делать для чего в чем смысл и так далее да и быть или не быть хорошо вот русская метафизическая поэзия это какая-то линия какой-то ряд несколько имен созвездия да кто это вообще ломоносов державин которые непревзойденные вершины русской метафизической поэзии затем это пушкин тютчев но ровесники и я почему-то сказать выделяю особенно тютчев что пушкина часто не вписывают в эту линию но даже противопоставляют ей но пушкин это настолько наше все что эта линия в нем тоже есть вот его весь василиостровский цикл его поздний лирик она безусловно в эту линию укладывается в бессоннице ну и далее тоже так сказать ровесник братынский и продолжать мы можем до 20 века там такие фигуры как тарковский бродский безусловно это вот линия начинающиеся с 18 века сломоносова державина вот такие имена если говорить от ну может быть вы показали на нескольких примерах как вот работает эта метафизическая поэзия может быть на матери 19 века я все-таки бы диравина начала бы безусловно здесь один вопрос пример ярчайший это его прекрасный вода бог которая в очень емкой форме мне кажется сумму теологическую собой являет то что там мы найдем рассуждение о троице одна строфа и здесь она вот изложена очень емко там мы увидим и философские идеи таскать григория палома и сихазма вот это вот феерия световая там нам показано светил вожженных миллионы вне измеримости текута и так далее вот это все там мы увидим вообще все все сумму средневековых идеи месте человека во вселенной где он есть середина между то сказать материальным и духовным между тварями телесными и божеством и помним этот мы все по крайней мере одну строку помним один стих из этой прекрасной оды это я царь я раб я червь я бог да вот это мы помним вот этот человек как противоречивое создание безусловно которые в себе вот эти антитез антиномии соединяет и человек как образ божий все мы здесь увидим он мог бы с той же конечно с тем же успехом назвать этой человек но в данном случае конечно это такая философская антропология христианская там в одном стихотворении полностью сложена что касается других представить жуковского конечно забыла вот сейчас вспомнила жуковский и тютчев и одна из важнейших тем их лирики это тема познания вообще познаваем ли мир может ли человека познать может ли субъект принять в себя объект возможно ли это и возможно ли если это возможно познанное отдать назад выразить вообще можно ли сказать то что ты познал но тютчев это мысли извлеченные слошь а у жуковского что это безусловно а у жуковского это невыразимое прекраснейший отрывок фрагмент здесь там жанр очень важен почему он отрывок дает это как он об этом невыразимом говорит когда у него множество там существительных пришедших искать из прилагательных субстантивированных прилагательных потому что не может найти предметы вещи вот одна из важнейших на из важнейших тем это вообще что есть вещь что есть объект мире мир объективный мир субъективной у бродского но это уже другой век понятно но там вот это вот понятие res вещь у него постоянно присутствует вот и собственно почему поэзия дело в том что одна из важнейших тем как раз русской лирики это тема по этой поэзии на присутствует у всех поэ поэтов и не только как попытка таска для себя определиться в мире но это вообще размышления о некоем типе сознания который противопоставлен и в то же время сопоставлен с сознанием философским это возврат к вообще к теме платона платоновского эйдоса потому что есть понятие есть теория на теория она понятие понятие мышление разум теория она недостаточно не полна и есть вот это вот некая целостность мировосприятия которая как раз поэзия пытается пытается выстроить но тоже все-таки не достигают этого и отсюда и селентиум и отсюда и ропщик мыслящий тростник тючевского тючевского вообще вот эта вот тема сильнее всего выражена бессилия человека передать откровение передать то что ему открывается даже если он находит для этого средства там музыки поэзии и целостных каких-то вот образов а вот это державинская кто сколько мудростью незнательно всякий человек есть лошадь тоже в этом ряду или уже в этом ряду безусловно да то есть то главное такой гносеологический аспект на самом деле это и рудка война хотя и он то логический тоже как русское общество воспринимала по нему ощущала ли она что здесь какая-то альтернатива вот такому рассудочному дискурсивному мышлению или это уже только мы сегодня реконструируем вы знаете даже если обращаться к самим вот текстом этим безусловно не знаю ощущал или общество это альтернатива но поэт ощущал что он не востребован когда он предлагает эту альтернативу это сильнее всего мы видимо баратынского у него вообще очень силен историасовский такой вот аспекты в его произведениях вот чем все кончится да и вот у него последняя смерть и последний поэт два сильнейших стихотворений даже можно сказать маленькие поэмы которые показывают что дело делается с миром зациклен на понятийном мышлении ведь у него последний поэт так сказать он закончает самоубийством потому что он не нужен этому миру он возвращается вот в ритм вливается в ритм природный попросту кидаются волны потому что он не может уже выражать то к чему он призван он не исполняет свое предназначение у пушки вот эта тема по этой поэзии абсолютно четко укладывается в эту же схему то есть поэт и спад должен исполнять свое предназначение и иначе он бесполезен он вообще должен прекратить свое существование но державин бы не бросился правда пушкин бы думаю тоже да и баратынский сам не бросил вообще это не романтизм это не других каких-то здесь 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 не романтизма здесь не такой однолинейности нет от этого бури натиска борьбы здесь скорее такая печальная констатация факта очень такая стоическая жесткая романтизм очень сильно все приукрашивает и у того же баратынска вот последняя смерть и то что с поэтом произошло до что происходит человечеством человечество вымирает когда она возносится в империи разума в сферу чистого разума но браке на по земле с трудом они ступали и браки их бесплодны пребывали и природа облащаясь в дикую парфиру древних лет она лишается субъекта субъекта который мог бы его воспринимать мог бы переживать осмыслять и освобождаясь от человека на в то же время освобождается от этого разума для нее это и благо и в то же время это для нее не полнота и определенная гибель это вот такой вот гибели в том числе может быть и божественного замысла потому что человек в этом случае не выполняет своего предназначения тоже здесь вообще очень много отстойков потому что они любили размышлять вот о том для чего предназначен человек как ему надо так сказать реализовывать свое предназначение и вот поэт это такой идеальный исторический человек в чем-то эти могут все же еще о пушкине потому что вот тот я понял что глубокие мыслители и философами а вот пушкинская там ремарка что ли рекомендации о том что поэзия должна быть глуповато она не защищает его от подозрений в метафизичности поэзии но дело в том что во первых это шутка да у пушкин таких шуток мы много видим он очень не любил высоких слов когда говорил о своем поэтическом творчестве да но они же звучат в его стихах поэта черн да там совсем другая лексика размышления даже сальери и моцарта моцарт который тоже так любит пошутить но перед смертью какие он слова высокие говорит о поэзии гармонии по адресу только самое это интересное почему глуповато дело в том что у пушкина в евгении онегине особенно это видно поэзия всегда соотносится с чем с моментом когда у человека разум отключается поэзия у него сопоставляется с подпитием извините с безумием с влюбленностью с горячкой то есть жаром бредом это вот сквозная линия которая там проходит похоже на правду поэзия у него совсем по демокриту то нечто волновое это нечто подпадем на критер гераклиту на это путух это самими на волновое нечто горячее противопоставленное там чему твердому и застывшему и холодному вот хладный горячий но они сошлись помните это волна и камень стихи и проза лед и пламя не столь нисходно между собой вот тут это стихия она вплетается в стихию бытия стихию волновую стихию эфирно пронизанную пламенем огнем и она противоположна прозе прозе как у него противоположны в маленьких трагедиях с каменный гость условно говоря и дон гуан сальери и моцарт это основоположные стихии бытия и гармония между ними не может нарушаться как в чем можно определить тогда что ли вклад пушкина метафизику скажем так можно это в двух-трех словах обозначить ну здесь кстати он сходим с баратынским вот просто признает что глуповатость тоже способна познать мир именно тем что она отключает разумное ведь глуповатость это у него шутка это не значит что это безмозглость это просто мышление другими способами как у баратынского есть бытие но именем каким назвать его не сон она не бдение мишних она их человеке с ним и человеке с ним с безумием граничит разумение он полноте сознания своего и так далее то есть это то состояние в котором творит метафизический поэт он отключает свое разумное но он остановится доступным откровению вы говорите очень убедительно но мне меня не покидает мысль о том что это просто выражение вот типично романтической реакции на просвещение на вот этот культ разума который действительно зашкаливал в какой-то мере да безусловно это оригинальный вклад русской метафизической поэзии в обсуждение этих проблем или это общеевропейский такой процесс где вот люди которые испытывали уже какой-то идет синкразию по отношению к я могу сопоставлять но с теми текстами которые мне доступны с английскими французскими поэтами того времени да и в русской поэзии то сильнее всего проявлено делали русские поэты то что делали в европейском просвещении философы нету сложно сказать потому что они не в той мере способны с вас но знакома с оригинальными текстами философов на языке я не ставил эту задачу но это интересная тема для размышления возможно да и в то же время и в то же время но здесь уже понимаете вообще мы выходим сферу того чем искусство отличается от науки и чем-то сказать творец отличается от мыслителя от теоретика от ученого этот вопрос уж точно поставлен всем опытом русской метафизической поэзии в том числе не дарм и начали ученые а заключали уже чистой поэты спасибо